Но надо сказать, что очень многие из подобных продуктов сейчас вошли в обиход и очень популярны в качестве биологических добавок. То есть биологически активные соединения, которые человечество употребляло как лекарственные средства, сейчас входят как биологические добавки в пищевые продукты. Очень многие из них, которые оказывают тот или иной эффект. Иногда это хорошо и, наверное, не всегда. Вы знаете, это плохо тогда, когда они мало изучены с точки зрения современной науки. Вот тогда это плохо. Но в то же время в ряде случаев, когда эффект есть, он чётко регистрируется, наблюдается, нет ничего плохого от того, что вещество находится в ранге, в разряде биологически активных добавок. А вы приведете какие-нибудь примеры? Да, конечно, я приведу один из таких красивых примеров. Это, скажем, коэнзим Q10. Мы много работаем на нашей кафедре с нашими сотрудниками с коэнзимом Q10. И он длительное время был в разряде биологически активных добавок. Несмотря на то, что его структура известна, были получены Нобелевские премии. Скажите, в какой биохимической системе коэнзим Q10 срабатывает? Значит, коэнзим Q10 является необходимым компонентом переноса электронов в дыхательной цепи. Это внутренняя мембрана метахондрии. То есть, очень важная функция по генерации химической энергии, по синтезу АТФ. Без коэнзима Q10 эта система не будет работать. Это первое. Это узловой фактор. Через него проходит весь электронный транспорт. Абсолютно правильно. Поэтому это вещество хорошо изучено. Известны его эффекты. И весьма интересные и хорошие результаты получаются в сердечно-сосудистой фармакологии. Это необходимо, особенно у пожилых, для улучшения работы сердца. И второй компонент, который открыт был значительно позже, это его антиоксидантная активность. То есть, он одновременно способствует генерации энергии. И одновременно может убирать излишки активных форм кислорода. Что очень важно, потому что они по многим теориям... Развитие многих патологий. В основе патологий, в основе старения и так далее, и так далее. То есть, очень важный компонент. Спрашивается, почему до сих пор во многих странах он находится в списке биологически активных добавок. Оказывается, причина чисто экономическая. В связи с тем, что его структура известна, никакая фармацевтическая фирма не может получить патент, который защищал бы ее интересы. А патент необходим для того, чтобы вложить большие деньги в большие клинические испытания. Продолжение следует...